Депутаты Можилиса парламента продолжают рабочие поездки в регионы, в семьи прибыли Можилисмены Василий Олейник и Геннадий Шиповских. Они встретились с сотрудниками филиала акционерного общества «Казахстан-Тимиржулую» и рассказали им о проводимой работе, а также ответили на поступившие вопросы. Депутаты Можилиса парламента продолжают колесить по стране в рамках рабочей поездки. Встретиться с общественностью города и трудовыми коллективами семьи приехали Можилисмены от партии «Нур-Утан» Василий Олейник и Геннадий Шиповских. На встрече также участвовал первый заместитель и председатель городского филиала партии «Нур-Утан» Айнур Аргамбекова. Они встретились с сотрудниками акционерного общества «Казахстан-Тимиржулую» и коротко рассказали о проделанной работе Можилиса. Недавно состоялась четвертая сессия шестого созыва парламента. В ее рамках проделана большая работа. Стоит отметить, что также состоялось пять заседаний двух палат. Встреча прошла в формате беседы. Сотрудники КТЖ смогли задать интересующие их вопросы, на которые депутаты пообещали поискать совместные решения. Одно из них касательно дополнительной оплаты труда и отпуска работникам, проживающим на территории повышенного риска. Сегодня, как и во многих организациях, данные льготы предоставляются гражданам при наличии полигонного удостоверения. А сотрудники 1992 года рождения, несмотря на то, что родились и проживают на территории повышенного риска, не могут воспользоваться ими. Наш коллективный договор и профсоюз работников ЖД транспорта, значит, они предусматривают данные, которые предоставляют льготы, но при наличии подтверждающих документов. Тем самым профсоюз работников ссылается на статью 13 о социальной защите граждан, пострадавших в следствии ядерных испытаний. Но если мы посмотрим данную статью, мы увидим, что там нет четкой регламентации по поводу подтверждающих документов. Вот статью 13 некоторые неоднозначно тратуют, значит, большинство, в том числе и, значит, генеральная прокуратура считает, что основанием для получения льгот является удостоверение, выданное в установленном порядке. Тем не менее, есть факты и судебные решения Верховного суда, когда получали и льготы тех, кто не имеет удостоверения. Депутаты пообещали, что данный вопрос будет поднят в правительстве и в законопроект будут внесены дополнения, которые больше не будут вводить в заблуждение граждан. Далее, как и на многих встречах, был поднят вопрос об обеспечении жильем многодетных семей. На квартире жилов очередь состоит, как долго вынесло, очередь века. На этот вопрос ответила первый заместитель председателя городского филиала партии Нур-Отан Айнур Аргамбекова. Она объяснила, что согласно законодательству жилье выдается в порядке в очереди. Несмотря на то, что приоритет сейчас отдается многодетным семьям, порядок сохраняется. Ведь есть и другие граждане, которые состоят по другим категориям и ждут жилья несколько десяток лет. Осенью этого года планируется сдача двух домов в микрорайоне Карагайлы. Получат ее первоочередники. Дело в том, что если многодетная стоит в очереди, мы же тогда же государство не может дать одну и двухкомнатную квартиру. Это же многодетная получается, да? Поэтому если вот два дома строятся, 14-я, 15-я очередь, это получается около 140 квартир. Там где-то часть, ну трехкомнатные, четырехкомнатные, их немного. Также во время встречи присутствующие высказали свои предложения, которые хотели бы, чтобы были подняты на правительственном часе. К примеру, техник вагона эксплуатационного депо подняла вопрос пенсионного возраста. По возможности сократить пенсионный возраст в связи с негативным влиянием радиации симпалатического ядерного полигона на организмы людей, проживающих в данном регионе, если есть возможность вот это рассмотреть. Также на встрече коллектив семейского филиала «Казахстан Тимуржулы» предложил рассмотреть вопросы поднятия заработной платы не только работникам бюджетных организаций, но и акционерных обществ, а также уменьшения процентных ставок по кредитам. Депутаты пообещали, что на правительственном часе поднимут эти вопросы.